Утешителю души сильны, и железницы, и вся исполняй сокровища благих, и жизнеподателю прийди в силе сявны, и очистены от всяких скверны. И спаси, Боже, души наши! Господи Божий, всемилостивый Создатель, мы просим Твоего благословения на это собрание. Ими жертву уст наших восхваления Твоего Святого имени за великие таланты, которым наградил нас. Ты даровал нам веру Твою святую в Тебя, как истинного Бога. Как многие не имеют этой веры, Ты защитил и продлил нашу жизнь, а для многих она уже прекратилась, и нет исправления и возможностей. Хвала Тебе! Будь милостив, услыши молитвы всех святых, молящихся о нас. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух! Аминь! 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 Куда? Наверху? Возьмешь наверху? Аминь! Аминь! В среду вечером у нас будет все ночные объявления, молитва. В четверг у нас престольный праздник. Возвижен в честнах Житовящего Христа Господня. Я прошу, что братья, чтецы, певцы, как-то выберите это время, чтобы быть хотя бы в этот день. Вот. Как-нибудь там, может подмениться где или как это, чтобы хотя бы вечером быть на богослужении. Ну, что еще? Скажу только, что на неделе я был в день празднества Пресвятой Богородицы и Ее Рождества. Меня пригласил благочинный там местный, вот, из патриархии, отец Олег. Фамилия как-то у него я не помню. В Романово он был. В Романово. Но я согласил, он как-то был года три назад, он был у нас на престольном празднике. Тоже приглашал, когда был он, и с Тогула батюшка был. В Потеряевке? Да, в Потеряевке. И с Мамонтово, трое там и служили. Ну, и я поехал. Хотя дождь был, доехали мы там на перекладных, ну, приехали у них. Вместе мы помолились. У них храмик из дома сделан был дом. Раньше там секретарь Райкома жил. Первый секретарь Райкома. Потом отдали это под храм. Этот домик. Ну, наполовину, примерно, как в Потеряевке, у нас их половина. Взять, как в Потеряевском. Вот такой алтарик, маленький такой еще. Ну, так чистенько, уютно это было. Такое, конечно, после того, что у нас в Потеряевке, кажется мне, у нас очень громадный храм. Там большой, когда так посмотрят, где у кого. Вот. Помолились. Потом слово он сказал. Я сказал там слово. Назидание. Потом был крестный ход по селу. Маленько не захватили все село вокруг. Но он говорит, это мы сократили, потому что дождичек шел. Вот так каждый год, говорит, мы вокруг входим. Милиция спереди, сзади, сбоку милиция охраняла. Но это милиция не то, что там это, а это когда какое-то шествие, то оказывается поставить в известие, чтобы не было происшествий каких-то там могли. Где перекресток, машины же ходят. Они там раз, подержали, пока прошли. Ну, молящихся не много было, человек сорок примерно. Может быть так. Ну вот и все. Там фотографии я показал, большие наши увез фотографии. Показывал им. Ну так, по жизни просто были вопросы какие-то, как мы живем там в Потеряевке, чем занимаемся, да как молодежь возвращается или нет. Кто потеряет, кто учится, как. Ну, такие житейские вопросы были. Вот. Позадавали уже по жизни, по фотографиям. Там на фотографии один из Барнаула, видать, там у него родные он был. А я, говорит, этого знаю человека. Вот. Откуда вы знаете? А он, говорит, это... Привозит нам, говорит, и наши девки, говорит, у него творог и сметану покупают. А из Крайздрава, где-то Игорь Барабаш, Крайздрав там заезжает и продает ему. А он его там работает в Крайздраве. И узнал. Вот, говорит, я этого, я, говорит, знаю. Так вот, значит, откуда. Я думал, где, где, кто такие. А вот какие, значит, попались. Ну, вот так вот. Все. Остальное что? Уборку почти закончили. Осталось и у Игоря гектар 15 гречки не убрано. Ну, дожди пошли, а. А нахуй поспел? Ну, вот, когда было, это, еще маленько надо было недельку поспеть. А здесь дожди. Ну, сейчас, может быть, высохнет или морозит. Тогда можно будет. Ну, себе на кашу все равно наберем. На кашу так. Ну, вот, а так убрали. Ну, что еще? Вопросы какие ко мне? Да нет. Значит, вопрос. Вопрос. У меня не было здесь, может быть, батюшка говорил о том, что получило известие, официальное приглашение в Москву. Я хотел бы, чтобы озвучил батюшка это. И у меня есть что сказать по этой теме, потому что, ну, я общаюсь как с этой средой. И что мне за этим видится? И попросить вашего совета. Потому что без совета дело рушится. Мне поехать в Америку? Я в разных университетах, везде спрашивал, ехать или не ехать. Два приглашения было от митрополита Виталия и пископа Илариона. Я выносил это на заводах, где выступал, в воинских шестях. Ехать можно в Америку или не ехать? Глеба Викулина задехал к отцу Дмитрию Будко. Ну, кого мог? И только Зоя Крахмалникова сумела нанести такой искрометный удар, что я сразу сказал, еду. И зачем ехать, когда мне здесь хорошо? Я каждый день на людях нужен. Ну, то есть я востребован. И вдруг я поеду, и неизвестно с чем вернусь, и вернусь ли вообще. И вот здесь не менее важный вопрос. Я хотел бы, чтобы батюшка еще раз повторил, что там было сказано. И обсудить с вами. Предложение ваше выслушать, это весьма важно. Бывает иногда самая незначительная душа. Мы на прошлом собрании уже это обсуждали. Здесь высказывания были уже. Высказывались, кто... В общем, высказывания такие, что... В общем, выражают страхи, чтобы... Ну и, конечно, мало было за то, что поехать в Потеряевке. Мы собирались, это тоже было собрание... А о чем сначала расскажи, от кого и как? Ну, я уже озвучил... Ну, я еще раз скажу, что... Вчера не все... Пришло, значит, из епархии письмо пришло. Вначале телеграмма пришла. Телеграмма такого содержания. Его высокопреподобие Протерея Якиму Лапкину, поселок Потеряевка Алтайского края. По поручению Святейшего Патриарха Московской Сея Руси Кирилла, вы приглашаетесь в управление делами Московской Патриархии к управляющему делами Московской Патриархии, митрополиту в арсенофию для собеседования. В начале октября или дата может быть согласована. Добавление. Если вы считаете нужным, чтобы во встрече участвовал ваш брат Игнатий Лапкин, то управление делами идет в этом на встречу. То есть согласны. Ну и все. Точно такое же слово в слово было и письмо. Потом я звонил секретарю, секретарь получил или нет заботиться. Я говорю, получил. Он в начале ушно еще, чтобы потом письмо послал, а дойдет или не дойдет письмо, хотя письмо было заказным, он еще телеграмму послал. Ну вот телеграмму передали. Я говорю, да, получил, все. Ну и как? Я говорю, это я не обсуждал еще, я и не думал пока этого. У меня не было этого в планах такого. Ну ладно, вы там пока... Ну хорошо, я говорю, как обсудим. Но потом я через несколько дней звоню и говорю, я... Ну я обзванил всех, кого священнослужители, кто знакомый, и просил тоже совета, как поступить. Один сказал, ты, говорит, позвони. В какая будет беседа, на какую тему беседы? На какую тему будет? И кто будет принимать? Сам митрополит или его кто там? Они подьяканы какие там, секретари или кто там? Ну он звонит на любой день. Да, я созвонился, говорит, с этим, значит, с управлением. Ну сказали, что с беседами будет, ну, на тему, как вот, вхождение в епархию. То есть, сроки-то прошли, и все, кто были когда-то в зарубежные, как, не осталось никого. Нет, все уже как-то определились. Кто к Агафангелу Одесскому, кто к Тихону Омскому, вот, кто с московскую патриархию. Поэтому остались только вот наши два прихода и один священник, это я. Который, значит, не туда и не сюда, а как были, так твердо стоим на наших бастионах. Скажем, да, редутах наших. Ну вот, и все. Ну и больше не было. Я говорю, мы, я пока не определяюсь ничего, говорю, мы посоветуемся, решим там, вот, а тогда уже и будем. Я говорю, мы ждем ответа, вот, митрополита Илариона. Через год ждем ответа, а тогда ответ, когда будет, уже мы можем от этого как-то, легче отталкиваться будет. Знать, какие, это, вести беседу там или что. Ну, а беседа, она, что, они, конечно, будут, что, почему не это. Можно высказать, я выскажу, что, какие несогласия с епископом там это. Вот некоторые батюшки говорят, что поехать бы надо. Говорят, так никто не знает в управлении, что, какое отношение с еписком. Почему мы за все годы ни разу не могли встретиться? Ни разу. Хотя мы напрашивались сколько раз, чтобы вот так вот в простой беседе мы не могли. А то, что мы служили вместе, это официальное. Там ничего, не побеседовать, ничего, это официально было. Такое. Хотя мы просили с ним встретиться, а он организовал, вызвал нашего епископа и такую вот торжественную встречу там, и все, как бы рабочую группу давайте. Вот, она не нужна была, рабочая эта группа. У меня было это, понимаешь, что она это так, для видимости. Ну и действительно, два раза встретились. А на один раз я пригласил официальное приглашение, отказались они один и поехали. Ну вот это, говорит, все выскакает отношение наше, его, к нам, потому что там могут не знать. Ну вот такие были высказывания еще. Ну а так, кто говорит, да и не торопитесь, говорит, потому что сейчас в октябре, наверное, в середине октября будет Синод, и на Синоде всегда бывают какие-то решения по устройству, скажем там, деление или соединение разное бывает. Поэтому Алтайская епархия, как по слухам, что должна на три епархии разделиться. То есть три епархии будет. Возможно, Бийская, Славгородская и Барнаульская. Потеряевка. Примерно так потеряевка. Потеряевка, само собой. В состав Алтайской епархии входит еще и Горная Алтая, Республика Алтай. Ну вот они, может, Бийская будет или Горная Алтая, не знаю как. Это так, предположение, об этом мы разговаривать не будем. Примерно три. А как они будут? Где храниться? Это там уже не столь важно, да и ничего. Поэтому даже те священники, которые служат там по пять-десять лет на приходах, сегодня, говорят, мы как на чемоданах сидим, и ждем, что будет. Потому что новый епископ, новый епископ начнет туда-сюда передвигать, ставить с новым епископом свои будут обязательно секретари, приближенные свои. Поэтому начнут делить приходы. Это всегда так бывает. Это такой естественный процесс сегодняшнего положения церковного, скажем так. В каком находится, какая структура церковная. Потому что сохраняли не веру православную, а сохраняли церковную структуру. Как говорят, митрополит Сергий пошел на лояльность с властью, чтобы сохранить церковную структуру. Ее сохранили, церковную структуру. Но за эти годы эта структура еще более, скажем, развивалась в том направлении, в каком ее хотели видеть не другие церкви. Она развелась. Поэтому так и стало. Если было в советское время, у нас без уполномоченного священника рукоположать епископ не мог согласовать. Если подходит по всем параметрам, то так же и епископа было. Вот. Это было. А сейчас, в общем-то, изменилось немного. Даже те священнослужители, которые служили в то советское время, говорят, а лучше, когда уполномоченные были. Вспомнят еще уполномоченных. Вот. Почему? Тогда был уполномоченный. Если твой епископ сильно что-то, то можно было пойти к уполномоченным. Уполномоченный епископа раз и это. А сейчас они полновластные. Он князь. Он что хочет, то тебе и сделает. А тогда было так, что некоторые священники, если уполномоченным дружно живут, то как бы епископ не хотел перевести куда-то священника, он не решался на это никогда. И не мог на это. Почему? Я против. Он должен здесь служить. Но епископ все. Он не мог перевести. А сейчас он запросто может кого-то бросить. И все. Мы знаем, что в советское время служили по 30 лет. По 20. На одном приходе. Как вот здесь отец Николай Войтович. Я знаю, это у нас отец Иоанн был. Епископ хотел, раз его куда-то... Он неделю не послужил, а потом обратно стал служить. Он с него шапку снял. Через неделю обратно шапку надел, обратно настоятелем поставил. И все. Вот так вот. Было даже такое. Я, когда начали мы крестить полным погружением, ну и поднялась она в епархии такая, значит, смута, да, скажем, смута такая. И вот епископ Феодосий говорит, а что бы ты вот, как бы ты смог бы поправить, вот если я тебя назначаю настоятелем кафедрального собора. Так как бы ты смог вот здесь направить, чтобы сделать крещение, полным погружением оглашения. Я говорю, ну, владыка. Ну, первое я бы, что, первым делом я бы сказал настоятеля, который есть сегодня, отправить подальше его. Километров за 300 от Омска. Туда. И священников, которые это, чтобы вы благословили тех, которых я подберу. Это первое. Ну, а потом дальше бы дело, мы бы стали строить купель. На это время крестилку закрыли, крестить не стали, стали оглашать купель строить. Это прошло бы месяц где-то больше. Ну, а дальше бы дело. Ну, так пошли. А отца Иоанна? Как же, куда? Ну, куда? Можно в Тару, в Исселькуль, где я уже служил, говорят. Я говорю, нет, нельзя. Ну, а тогда ничего не получится, я говорю, все. Ничего не получится. У нас настоятель старый здесь, который там 25 или 30 лет, он даже был там 30 лет, наверное, он даже больше. Наверное, был под 40. Я говорю, ничего не получится здесь. Никак. Вот. Поэтому не ставьте меня, говорю, настоятелем Кофизиального собора. Я лучше буду там, в Чукале. Ну, вот такое, значит, это. Ну, в большинстве, значит, даже с московской патриархией, в тот священники, они просто говорят, братушка, пока не торопитесь, говорит, не торопитесь. Советы, то есть я спрашивал, где ездил, с батюшками встречался, пока не торопитесь, говорит. У нас нет никаких нарушений канонических, пока нет мы, ничего. Будет ответ, если что нет, ну, продлите срок еще на 5 лет, этот срок продлите. То есть, если они уже приняли решение, то никак зарубежная не может оставить это, никак это. Продлите еще 5, а через 5 лет что там будет, кто знает. Может быть, уже и ничего не надо. И шаг заговорить. И шаг заговорить. Да, может, как он говорит, и шаг заговорить. Ну, вот так. Еще какие вопросы ко мне? Я немножко спрошу. У кого есть что сказать по этой теме, конкретном предложении, ехать батюшке или нет. И вот на первом месте этот вопрос стоит. Я хочу выслушать мнение всех. Ну, у кого-то есть, но мотивировать его это мнение. Не просто объяснить, почему ты говоришь, чтобы ехал или не ехал. Только один вопрос. Остальное за этим стоит. Ну, нет, все остается так. А если поедет, я покажу, что за этим следует. Может проголосовать? Нет, проголосовать не надо. Конкретно у тебя в душе есть, ты молился, тебя тревожит совесть за этот вопрос. А если нет, значит, ну, нет. Все. Спроси, у кого еще есть. И у кого нет. Тогда вторую часть я буду объяснять. Не ехать. Я не ехать. Я не ехать. Я не ехать. Какие вопросы? Путешествия. Путешествия. Я тогда при тебе маленько на это дело объясню. Скажите прямо, кто об этом молился с того времени, как вы узнали, что батюшке предложено делами по управлению московской патриархией поехать. Уже приглашение официальное. До этого была как бы звонок, а теперь уже документ на руках. Кто об этом молился и просил Бога ответить? Как поступить? Молились. А как молились? Скажите. Я на молитву поднял туда тысячи людей, но повлиял один человек и притом женщина. Никто не знал. Мы не молились. Мы же здесь обсуждали это. Нет. Вчера только большое спасибо. Мы же вчера только говорили. Мы вчера только говорили. Вчера-то она вообще не младая. Может, ты рад и я забыл? Нет, вы не говорили нас в целом. А вы не были. Вы же не были, батюшка. Вы же не говорили. Не у нас, не у нас три недели. Нет, на воскресенье, когда я приезжал, разве не было? Нет, нет, нет. А еще и этого не было. Из больного. Батюшка, они позже вам письмо-то писали. Значит, я еще раз спрашиваю. Внимание. А зачем, говорит батюшка, ехать в Москву? Пусть из Москвы сюда приедут, посмотрят, как мы здесь живем. Абсолютно правильно. Это им надо. Когда еще готовилось это так называемое признание акта о каноническом общении, это не объединение. Там об объединении речи не было, куда батюшка лезет на яхту и прочее. Я говорил, для них это будет головная боль не для нас. Нам не надо, абсолютно не надо никаких объединений. Ничего кроме зла мы оттуда не почерпнем. Нас разложат и уничтожат. Но вот так пошло таким образом. Это главный идеолог этого был Владимир Владимирович Путин. Как с ним на встречу пришли митрополиты, епископы. Там, митрополит, за рубежом. И потом он курировал это дело. Это сотрудник КГБ он. Он имеет звание полковника. У него по Мирскому правильные были свои люди. Теперь у него свои штаты во всей Америке, в других странах, где зарубежная церковь. А имущество отбирать у них пока погодим. Главное, свои теперь люди у него везде есть. Ему нужны были долгие годы, чтобы там была своя структура. Теперь она есть. Это дальновидный план. Я имею уже возможность говорить об этих делах президента, доехав до Дальнего Востока и дальше. Очень умные, я повторяю, советники у него. Чрезвычайно умные откуда-то поставлены. И вопрос по так называемому объединению он ничего не дал. Мне звонит один полковник КГБ местный и говорит, ну, Игнат Тихонович, теперь так. Объединились. Теперь мы не растопыренной ладонью будем бить католика под сжатым кулаком. Нам что, для этого это все нужно было, чтобы католика бить сжатым кулаком? Наша задача щеку подставить, а не бить кулаком или растопыренной рукой. Ехать ли батюшки или нет? Если вы не молились, то я молюсь об этом давным-давно. Вот прозвучал голос. Он уже был раньше озвучен, но его забыли. Эта мысль была батюшкина. Она, не знаю, это уже объявила об этом. Настя Дробот. Им это надо. Пусть пришлют пониженщины. Митрополит тот не приедет. Он увидит на месте общему, не батюшку. Он поговорит со всеми. Увидит потеряевку. Ему это никак не будет вредно. Они за одной душой куда-то в Конго. Вот, 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 Лумумба был. Куда ехали? На Кубу какие корабли слали? Не оттуда, оттуда все это шло. Им это надо, нам это не надо. Не надо. Я попрошу помолиться, чтобы батюшка не ездил. И я, конечно, не поеду. Ни под каким видом. А если поехать, я, значит, со своим термосом, со своими пирожками. За столом не сидеть даже ни разу. Да. По определенной причине. Говорить не хочу. Понятно. Пишет комсомольская правда. Сегодня у нас в стране самая страшная мафиозная структура это московская патриархия. Более страшного ничего нет. Я это подтверждаю, имея опыт, которого, может, ни у кого в стране нету. На этой неделе мы еще были в воскресенье в Владивостоке в городе Находке. Ниже некуда пускать. Это уже Корея и дальше пошли. Китай. Я небольшой отчет дам. Чуть-чуть только. Значит, об этом помолиться. И сразу обговорить, чтобы полная была свобода снимать, аудио, видео, фотографии и записывать. Как здесь было. Это не тайно делается. Они боятся-то самих себя, а не нас. Если я буду говорить против, а мои слова зафиксированы, крышка мне. Они боятся себя, что они говорят, завтра они не будут делать. Те, которые не вошли в московскую патриархию, выдвигали главная причина не сергианство, не экуменизм, а то, что они не держат свое слово. Отрекаются категорически, как будто не было. Почему? Да ты не я делал, а это вот Антони с Бавариным, а их нету теперь. А при чем новый епископ говорит? Да бумага написана. Почему Советский Союз или нынешняя Германия взяли долги перед евреями и репарации выплатили? Почему Папа Римский за трех пап, которые между ними, взял вину и вышел и принес вину? Да, сотрудничали с Адольфом Гитлером. Да, виноваты против евреев. Будем выплачивать родственникам и ближним. У нас этого нет. Просто не принято. Я новый начальник. Как новый? Вот у нас в Потеряевке было. Тот подписал, да, разрушили плотину, мы восстановим. Мы отступились. Теперь его сменили. Мы в суд, они говорят, а того уже нету. Какая разница? Наследовавший его председатель колхоза, управляющий обязан выполнить все, что впереди было принято на собраниях. Он же не единолично это делал. Так что самое главное, они не держат слова. И что они нам обещают? Там свободу, какую-то автономию. Это все только слова. Ни одному слову верить нельзя. Я еще повторю, что мы нынче проехали немало. А 226 сел и городов. Это чего-то стоит. 226. Вот маленький отсчет только о последней поездке. Из Барнаула до Владивостока. Туда мы проделали 6 685 километров. Я эту цифру сделаю в сравнении с другим. А оттуда 6 735 на 53 километра больше. То есть делали ответвление в какой-то город, надо заехать. Ну там созвонились бывает. Так. Итого мы проделали 13 423 километра. Это за 13 дней. Мы заехали в 23 города и села. В день проезжали в среднем. 13 дней нас не было. 1033 километра в день. Каждый день. Два шофера попеременно спят. Каждую ночь выбирали время там. Ну в 2 часа вставать, чтобы было 4 часа. 4 часа покоя. А дальше они попеременно меняются. Ложаться на заднее сиденье. Я ни разу не лег за 13 дней. Там днем. Ну и естественно что. Сегодня мы поговорим. Немножко скажу. Я коту подведу к батюшкиной поездке. Пока добрые. Задают вопрос. Вам какие новости? Добрые сначала или худые? Человек говорит. Добрые давай. Ну так мы и сделаем. Уже голос подан. Я скажу добрые. Я благодарен всем, кто молился. Господу Богу в первую очередь. Братьям и сестрам, которые снабдили на дорогу. Собрали немного денег. Немного. Оказалось это малая часть того, что потребовалось. И я не знал этих расходов. Благодарен я Игорю Третьякову. У него свои дела. Я ждал какой-то там по своей работе прийти должен был товар. Выбрал момент. Он с отцом там сотрудничает. И не советовался. Сделал как положено. И у нас тут ходит на занятия Вадим Попов. Он не член общины. Но за него теща. Моя родная сестра. Она теща его. И она ходатайствовала. И она говорит, он хорошо водит машину. Его я совсем не знаю. Знаю, что никакой. Одна характеристика никакой. Он родной племянник, как я знаю, Виктора Андреевича. Я ему очень благодарен, что он уволился. Буквально в один день. Какой-то там отчет должен был. И он поехал с нами. Водитель действительно хороший. Но с Николаем Крущином никого сравнивать не будем. Это спец высшего класса. А Николай Крущина вот так делал. То есть он у меня был как... На которого я... Ну он тоже Николай вроде не согласен был. Вы увидели? Доехали мы туда и доехали обратно. Это все. 13 тысяч. 423 километра. Это не 2 километра. Так вот, чтобы понять, что это означает. Слушайте. До Москвы 3383. А до Владивостока 6600 ровно в 2 раза. То есть мы за 2 недели в 2 раза в Москву и обратно съездили. Это чего-то стоит. Так нам еще ответвления какие делали. Куда? В находку поехали. В Японском море еще... Ноги помочили. Наша собака купалась одна, правда, только. Вот. Ракушки собирали тут. Так что моя благодарность шоферам, что они доехали, дотерпели меня до конца. Я бы говорил, что со мной будет нелегко. Ну и так и получилось. Бог милостивый оказал милость по чьим-то молитвам. Положение было чрезвычайно тяжелой внутренней нашей обстановки. До предела накаленной. Это первый раз так было. Что я мог остаться один, оба шофера просто на полпути готовы были сбежать. Просто бросить все, уйти, а я остался один, куда хочешь, туда и иди. Но это все у меня внутри. Но Бог миловал, и мы закончили благополучно все как надо. И вот на этом мы остановимся по этой тематике, чтобы Бога поблагодарили. Потом, значит, будет момент, мы соберемся еще отдельно, и они выскажут все претензии ко мне, что мешает, чтобы дальнейшие люди это учли. А я скажу тогда, подведу черту под тем, что они скажут. Не я их буду обвинять, а они меня. Оба когда будут здесь, все это заснимем, это будет полезно. Но рефреном ко всему будет. Мы доехали, мы живы, аварии не случилось, а они довели машину. Вот это будет самая главная точка с большим восхитительным знаком. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Так, отсюда вывод. За Вадима требуется молитва. Молитва, просто возьмите его особо о нем молиться. Его положение просто требует этого. Необходимо это. И вчера вдруг, после полудня, вчера уже заканчивается поездка, и вдруг наши отношения стали улучшаться. Он заговорил даже, заговорил. Для него заговорить, это уже вопрос из вопросов. На вопросы моем только вот так вот. Даже не вот так. Вот так кинул, все, ответов нет никаких. Можете представить, что... Ну, такое есть. Ну, Бог милостивый. Мы приехали живые. И я ему буду благодарен, на коли я жив. Конечно. Шофер он хороший, особенно у него задний ход получается. С чего у наших братьев пока, кроме Николая. Вот. Чтобы понять, как это далеко, наша северная там точка с юга, это Калининград, бывший Кёнигсберг. До него 4601 километр. А у нас 6600. Дальше. До Мурманска, который еще дальше выше. Вот на севернее. 5397. Даже 6000 нету. Вот. До Санкт-Петербурга 4062 километра. До Читы, считай, 4180. Это от Читы. От Чита и там следующий Хабаровск. 2100 километров. Еще надо было пилить и пилить. Половина из этих вот 6600 или больше километров мы шли горами. Эта дорога вот так вот. Идет серпантин. То есть змея идет вот так. И там ремонтируют дорогу. Нас с трассы спихивает. И там по таким... Ну, временная дорога. Пыль не открыть. Ничего. Машина едва видно. Не выскажешь что. Туман. Авария. Там перевернутая машина валяется в кустах. Брошенная. А там никто тебя спасать не будет. Вы... Я только сижу потише маленько. На повороте потише. Это газель она везде опрокидывается. Они никаких. 90 километров жмут на повороте. Вот так вот. Я никто. Тише, братик. Тише. Машина наклоняется. Что сделать не знаю. Но проехали. Это все во мне здесь. Я думал, я не доживу. Я только наказал. Если что случится, вы меня под коробки спрячьте. Не бросайте. Ты до дома довезите. Да потеряйте. Там под коробками я себя буду тихо везти впервые за все путешествие. Вот. Ну, это вот. Вот с эфири это я оставляю на столе, чтобы пожелать посмотреть. Значит, мы делали это. И когда будет выставлено в интернете, уже запрашивают, то будет однажды так. Благовестие словом и книгами. 23 города мне пришлось выступать. Много, мало народу, дороги, знакомства. И все было благословенно. Настолько благословенно, что просто руки разведешь только. Давайте Бога благодарить. Давайте Бога благодарить. Это минимум 23 раза мы поблагодарили Бога за каждый город. И за окончание какого-то промежутка. Все записывали. Ну, мы доехали. Представьте как спать. Один в багажнике спит, коробки куда-то растолкать. Ему некуда протолкнуться. Двое здесь на сиденье. Уссурийская тайга, уссурийские тигры ничего так не едят аппетитно, как собак. Они мстят за своих меньших братьев за кошек. Так нам говорят. Потому что кошек гоняют собаки. Ну, такая мы себе. И я боялся его оставить на улице, чтобы не сожрали его тигры. Одну цепочку оставили сошедником. Я его с собой брал, пока не доехали до Бурятии. Ну, мы слышим рассказы какие. А он 330 килограмм. Тихо. Так. Настя переводит. Так, я немножко перебью, потому что у тебя там еще... Еще, еще. Нет, там еще тысячи километров. Вчера поступило мне заявление. Духовному отцу Латкину и О-К-Киму. Тихо. Тихо. Крестовозвиженская община города Барнаула Поэтому... Поэтому... Потому что... Ну, на тысячи килограмм. У меня ухудшилось зрение. Пигментация. На дороге трудно и внимательно глядеть. Много машин не слышу. Может случиться авария. Являюсь я инвалидом второй группы по зрению и по слуху с детства. На поселке Южном постоянно посещаю Православную церковь святых апостолов Петра и Павла. Рядом. По месту жительства. 22-го, 9-го, 12-го в Шевково. Ирина. Ну, понимаете, как по-хорошему это можно сделать. А Раиса Николаевна была, или она не ходит, или не поймут? Ну, сидит, сидит. Ну, что-то нету, что-то нет. Какой Николаевна? Она устно говорила, что она собирается переходить. Вот, все. Раиса Николаевна. Она устно говорила, она не подходила. Мы будем положить так, пока на какие возмущения мы пусть ходят туда. А если наиспо и плечать. У нас каноническое общение, мы становимся в каноническом общении, поэтому... Ну, все. Отпускаем? Конечно. А? Ну, все. С миром. Всегда о ней молитесь. Всего примера. Всего примера. Настя, спроси. Настя, спроси. Она желает, чтобы за нее здесь молились? А? Да, согласна. А она будет за нас молиться? Ну, конечно. Ну, конечно. Когда? Когда? А Малейка не понимает. Она и разъясняет. Так. Подожди, я объясню. Толкни. Ты за нас будешь молиться? Ты за нас будешь молиться? За нас, за всех? Будем? За общину. Батюша, на души. Так. Еще. Вам что-нибудь от меня нужно? Нужно нет кому? Баранинки. Одному. Одному. Спасибо. Тебе. Передайте мне. Так. Никому больше не надо? Все наелись? Молитесь. Молитесь. Ну, ладно. Кому что надо, заказывайте, говорите. Кому петухов надо, может. Петухи. Так. Все, батюшка. Все, все. Все, все. Да. Иди, иди. Не бойся. Не бойся. Не бойся. Не бойся. Так. По путешествию у меня, ко мне вопросы есть, потому что я хочу, чтобы Игорь Третьяков немножко рассказал там, что есть. А в дальнейшем мы встретимся именно вот о том, как сумели мы все-таки приехать живее. Рассказать, какие были неурядицы, почему. Видите, дорогой мы рассуждали о многом. Конечно, Бог. Я скажу, что выводы они делать пока не умеют из этих, какие есть. Вот, допустим, что-то рассказывает, ну, кто-то мне об этом человеке. Я не вижу. А где Фатеева? Она самовар-караулит. Ушла. Самовар-караулит. 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 Поздави ее. Езжай. Вот. Ее с нами ездил Игорь. Это взять на себя направь, чтобы мы посмотрели на тебя. Поверни маленькую. Знали о ком. Иди сюда. Дело в чем. Это вот его теща. У меня с ней хорошие отношения. Они были не совсем такие. Она имеет медицинское образование. Закончила там раз, там что-то другое. Не знаю. Все с красными дипломами. Приезжал там, тогда у нас помощник губерната был, Шойхет, доктор медицинских наук. Она их все знает и с ним разговаривает, говорит, как со своими. Вот. И она где-то в милиции или как работала-то? Как? В системе МВД. В системе МВД. Врачом. Врачом. Понятно? У нее большой жизненный опыт. Звание. Ну и кое-что, может быть, из опыта мне не нравилось. Но дорога, я что слышал, и при том в хорошем тоне все. Ну, допустим, что-то не нравится взять. А я показал, это в ней хорошее, она умеет беречь старое. Как недавно было показано, спрашивают, вот старики прожили 64 года вместе. И говорят, ну как вы сумели сохранить брак? Они говорят, мы жили еще в то время, когда старые вещи не выбрасывали, а чинили. Вот вы как ответы. И я ее каждую бумажку защищаю и говорю, вот так можно выйти из этого положения. Опять что-то скажет, она там удалилась где-то, молиться. Это здорово. Конечно. Я ее вчера просто обнял и поцеловал. Так мне понравилось, как зять ее любит и что рассказывает. Понимаете? Замечательно просто. И зять у тебя хороший. Хороший. Вот. Слава Иисусу Христу. Во славу Христу. Всему Христу. Ну слава Христу. Вот. И вчера мне один из девочек говорил, какой был Баварин и какой был, это мэр города, который погибил Владимир Николаевич. И губернатор был здесь такой, Евдокимов Михаил Сергеевич. И их убрали. Убрали там какие-то там структуры другие, там пристрелили, там аварию построили. Это такие были мафиозные кланы. У них все схвачено. Ну, мирские люди, они меня не касаются. Но тут я встал поперек. Баварина Владимир Николаевича знаю я не один год. Благодаря его вмешательству я получил вот эти два знания после решения суда. И говорить о нем бездоказательно, мне неприлично слышать. Я сказал, это был мэр, входящий в десятку лучших мэров России. Его площадь здесь. Его нефть какие-то там колонки меня не интересует. Это был человек, который имел доступ к сердцам людей. Бывший парторг моторного завода. И когда умирает, то обычно всплывая этого дела, ничего нет. Я только за глазами. Ни одного факта нет. Не умел руководить этот артист Евдокимов. Не мне судить, но я один раз обратился к помощникам. И уже два КАМАЗа, груженные необходимым материалом, там, гравием, крупнозернистым песком для колодца, уже через день стояли по теряевке. У меня остался по этому вот. И у меня суждение такое. На следующий день после гибели Баварина мы беседовали и долго беседовали с прокурором края Параскуном Юрием Педоровичем. Это генерал-лейтенант. Я воздыхал и он тоже. Как он смел этот Баварин так рисковать собой? На нем так много висело. К нему такое уважение народа было. Его не раз переизбирали. Ну, как он мог так распорядиться со своей жизнью? Я, говорит, сам съездил на то место. Я ему говорю, не могло быть это подстроено. Ну, не всем же он угождал-то где-то. Нет. Это снимается. И вот подстроить Евдокимов вообще нельзя было, чтобы на каком-то там какой-то шофер Щербицкий разборачивался, вот ударил, и там только одна береза растет. И чтобы грузовик почти пятитонный летел и ударился в эту березу, это нельзя подстроить. Он друг был Владимиру Владимировичу Путину. Путин приезжал на похороны. Вальков там начальник милиции, генерал-майор, он снял охрану. И то его убрали. Ну, неужели бы президент страны или тогда премьер-министр не разобрали бы? Даже я не позволяю вот так говорить бездоказательно и о мертвых. Потому что и о нас будут говорить о мертвых. Просто неприлично слышать. Я думаю. И вы на будущее имейте в виду. Они мне не члены общины были. Но я просто общался с ними. А с Евдоким даже ни разу не встретился. Это между делом. Это концовка нашего путешествия. Вот о дальнейших планах. Николай Пальгуев, Николай Валентинович, для меня сегодня здесь главный в вопросах машина. Я попросил Игоря Третьякова написать, что в машине замещены недостатки. Он написал, я ему передал. Я тебе передал ключ, забирай машину. Привести ее в порядок. И следующий, кто едет с нами? Следующий. Кто у нас следующий? Никого нету. Ну передать. Севастян собирался. Значит, Омская епархия. Омская не епархия, не губерния, а область. Машину пригнать не позже, как в пятницу. Он должен сесть на нее, ему передать ключ. В машине все будут лежать и машину туда перегнать. Здесь? Здесь или ты? Машину. Значит, по плану пока так. Ко мне машина туда в пятницу хотя бы. В субботу мы там загружаем и уходим другим путем на Славгород. Я посмотрел дальше на Карасук, Татарск и сразу уходим снизу в Омскую область. Это самый короткий путь, раза три короче других. И дороги там, ну конечно, не федеральная дорога, федеральная тоже сегодня разбитая в пух и прах. Значит, вот такой порядок, с собой забрать Сергея и собаку. Он остается здесь, пока рука подживет. Едем мы трое, значит, в Севастьян. Но тут должен ты подгадать именно вот так, подмениться. В пятницу вечером подогнать машину. В воскресенье утром рано мы выезжаем. Выезжаем, чтобы в понедельник мы там были. За пять дней мы все делаем. В пятницу мы вечером там заканчиваем. К вечеру уже в субботу мы должны быть дома. Все. И если будет еще одно путешествие. Это Андрей Головач. Андрюша, ты его согласен, да? Это у нас недобран большой край. Красноярский, юг его. И там почти как раз хватает на один заезд. Но будет это или нет, погода покажет. Но кланы вот такие вот. Это на этом году и мы заканчиваем. Мы хотим потом подвести итог. Ну, за три месяца с чем-то. 17 октября было бы четыре месяца. Но, видимо, не дотянуть. И мы тогда можем показать, что можно сделать Богу через трех человек. Мы трое всего только. Первые-то два раза ездили пятеро. Они не нужны были. Просто с нами были люди и все. Работали трое. И мы тогда людям можем выставить материал, говорится, себе и потомкам. Вот что можно сделать. Встречали везде хорошо. Ну, одно место такое было. Даже не знаю где-то. Ну, бывает такое. Это не без этого же. В Рыбе, говорят, всегда кости есть. Но все благополучно. И даже в стороне совсем Благовещенск, Хабаровск. И туда мы проникли далеко в сторону. И там все по-хорошему. Опять вернулись на трассу. Собирались Комсомольск на Амуре и Николаевск на Амуре, где я служил. Но один конец, это что-то около тысячи километров с лишним. А всего два города. И дороги дальше от Комсомольской федеральной нет, а какая-то. И поэтому мы решили эти планы обрубить и повернули домой. И теперь видим, никакой тайфун, а тайфун пришел на день позже. А мы от него жарили и жарили. И мы все сделали так, как нужно. Мы не догматики, не ставили. У нас планы, мы даже так, мы это не глядели. Где мы проходим ночью, обратно днем старались попридержаться, чтобы днем эти города заехать. Ночью мы просто проскакивали. У меня сейчас бланки на все центральные города Дальнего Востока. Где мы были. Сфотографировано, на видео что-то снято. Значит, пройтись по этому. Машина ведет себя нормально. Непонятно только что, как на колесе на одном. Как заплата какая, она подъедает неровно. Видимо перца. Она хлоп-хлоп-хлоп, каждый раз, каждый поворот колеса хлюпает. Ну, как будто заплата бьет по щебу-то. Прям слышно. Они не слышат, а я слышу. Видимо, это другая волна идет. Дальше. Перед отъездом я попросил. Мне нужны карты. По одной снимали. И вот брат Виктор Петеримов купил вот такую книжку. Приезжает книжка. Я просил одну карту, а он целую книжку. «Атлас автомобильных дорог. Россия. Страны СНГ. Прибалтика». Я не люблю, когда вот так вот в разобранном виде. И кажется, с картой никак не соединишься. Я видел такие. Но здесь оказалось, на следующей карте захватывает обе стороны и легко переходить с одной на другую. Книга отменно хороша. Это 272 страницы. Не знаю, насколько верно я помню. Сколько она стоит, Петер? «Недорого». 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 Он не говорит. Но все, что он делает, высокого качества. Он у меня главный куратор сегодня по интернету. Я уж не говорю, что там компьютер все купил бесплатно. Но вот я вам советую, кто будет путешествовать, купить эту книгу. В высшей степени хорошая книга. Какой номер? Потому что жизнь человеческая такая краткая и такая ненадежная. Вот мы много ездим в этом году. Закончилась 10-я наша поездка, которую мы называем по полному право миссионерской. Встречи. Встречи с людьми, о которых мы ничего не знали. И почти главный определитель, насколько это угодно Богу, это ярость врагов, которые поднимают голос. Сегодня буквально все на дыбы становится, что мы выехали. Вот это определитель. Мы в другой раз не понимаем. Но я живу хорошо, меня родственники любят, на работе уважение. Не верующие все уважают, а Господь сказал горе. Если все о вас будут говорить хорошо, горе. Давайте выйдем из этого состояния, какой-то мирской прострации. Посмотрим, как это выглядит перед Богом. У нас главное. Это Матфея 22 глава. И вот ее как раз сегодня и читали. Вот прочитали хруппы Иоанна Кронштадтского, Иоанна Златоуста. Ну, кажется, выше ничего и нет. У русских это один из самых лучших проповедников. А во Вселенской церкви, Златоуста, называется отец проповедников. И однако они ни разу, нигде и никто не говорят то, что я хочу услышать. Что за причина была? Не поля только. Что-то там было другое. Ну, когда, говорит, зовет виноградники, никто не нанял. Их наняли, они пошли. А злые виноградари решили убить сына. Тут понятно. Они решили завладеть, быть хозяевами. Ну, как царь. Царствовал. А пришел другой пигмей лысый. Он его убил, его крест осел. И первый раз, говорит, примерился, как Николай II сидел. Дворянин Ульянов. Но здесь-то ничего не было этого. Зовут на брачный пир. Дают одежду бесплатно. Ты в глаза никогда не видел то сонмище святых избранных, которые там были. И вдруг не просто отказались, но побили. Я ищу ответ у святых отцов и не нахожу. Я становлюсь на валюту и говорю, Господи, почему святые ни один не ответили на этот вопрос? Потому что жизнь продолжается. Зов продолжается. А ответа нет. А кого он послал? И опять на это ни Иоанн Крыштадтский, ни Златоустский говорят. Почему? Потому что эта язва уже тогда разъела все в церкви. Златоуст был уже почти два века. Как церковь соединилась с государством мирским. Златоуст пришел уже в то, что было до корня, до бездны проникнуто мирским. И монашество это было вызов миру. Вызов церкви. Уйти куда-то, не глядеть ни на что. В горы, ни за пустыню. Это самый ложный путь избрали. Истинный путь только тот, который Господь указал. Я есен путь истинной жизни. Евангелие от Яна 14.6. И поэтому он посылает, идите по всему миру. Кто пойдет? Исайя первый вышел и говорит, меня избери. Вот выскочка какой. Все молчат, он выскочил. Меня, меня. И что Господь показал? Нечистые его уста. Видение. И он говорит, погиб я, видел Господа, устами чистые. А это была не причина. Там видит Серафимов. Тот берет клещами уголь. Провел его по устам. И вот теперь ты очищен. Теперь иди. Наполни уста свои благодатью Духа Святого. И будешь избранником. Обратись к Богу. Деяние 8 глава 4 стих говорит. А рассеявшиеся ходили и благовестовали. Не прятались. Ну как, пришли большевики. Рубят подряд всех. И надо куда-то в Красноярскую тайгу зайти подальше. Нет. В Иерусалиме, в самом главном месте гонения, очаге смерти, находились апостолы, говорит Блаженна Феофилак. А остальные все до единого. Ходили и благовествовали. Заквашивали этот мир. Вот эта притча, 22 Матфея, глава, она не разъяснена. Мне она, понятно, стала на молитве. И когда мы стали это делать. Идите по всему миру. И мы пошли. А кто вас послал? А кто благословил? Кто? Попы на пути встали? И не с места. И вот в интернете уже появляются надписи, что они делают сейчас в свет нас. Такое буйство идет. Такая река лжи. И змей, говорит, пустил реку в свет. И ничего не могли сделать. Я пытался проникнуть к архиереям. Сидел в приемной часами. Только одно, полторы минуты. Ну, одну минуту, ладно. Благословиться у владыки и принес дары книг. Новый завет. Симфония. Я положил полвека. Сегодня-то какое число? Девятое. А 27 сентября, вот-вот, вот рядом уже оно, будет ровно 50 лет, 5 часов вечера, как я покаялся перед Богом по Евангелию, обратился и принял Христа своим спасителем. Полвека. Сумеете это сообщить на всей редакции? Может кто-то уразумеет, что это такое? Все остальное и вы, которые уверовали через проповедь, что Бог мне позволил сказать. Это все там началось. У Бога это было предузнано, что мы с вами встретимся, пути наши пересекутся. И вы обратитесь к Богу. И в 15 томе напишите, как вы пришли к Богу, какая у вас радость была в сердце. А некоторые уже, говорит, отошли к Господу, уже почили в вечности. И я понял, я один из посланников. Мне Бог это положил на сердце. Я пошел. Пошел уже через час, как я обратился к Богу, я пошел. 50 лет хожу ногами. Плыву по морям, лечу в воздухе за океаном. И меня вызвали в Америку митрополит Виталий и Илларион, за его подписью были, две визы получил. С одной целью, чтобы я выступил перед зарубежной нашей диаспорой, рассеянием русским. Они очень любят тех, кто сидел за Бога. То есть это люди-исповедники. Я исповедник. Самый настоящий исповедник Христов. Это Бог меня так посадил. И теперь звание это до самой смерти. Годные или негодные для царствия. Это уже в вечности узнаем только. Но что я исповедник, это... Ладно, значит, я сидел. Меня выкручивали, морозили, давили. Но я вышел зачем-то. Я понял, что я свидетель. Меня он послал звать на брачный пир. Я пошел. И нас сейчас разбивают. Бьют нас в голову. Вы даже не можете предположить, что они делают. Архимандриты не принимали. И я священникам дарил отдельно новые заветы к истинному православию. Две симфонии. И для слова Божия нет уст. Не могу всех. А остальной полный комплект. Вот лежат 38 наших книг. 38 книг, подаренных примерно в 17 церквей. Две в Алтайском крае. Две в Новосибирске. Ну и в Алтайском крае. Днестровска, где Шукшин, Василий Макарович. Как раз мы приехали, когда у них его чтения шукшинские были, выступали. На следующий день с дочерью его встретились. Очень хорошая была встреча. В других местах Томска я одну оставил. А в Кемеровской семь в церквах. И вот там теперь идет это. Я еще раз убедился. Где по одному, по два. Как-то даже не слышно, что мы там были. А везде проходили, как в Алтайском крае. Это 51 библиотека. Все районные центры. Все города. Все Славгород, Кулунда, Табуны. Все везде мы прошли. И везде принимали так. Это все засняли. Показать. Это будут фильмы. Для некоторых просто в шок падут. Что можно пробить эту железобетонную стену. Мрака и заблуждений. И этот мрак и заблуждений сеет сегодня церковь. Самое страшное слово, какое я узнал, это благословение, которое говорят священники. Кто благословил? Ничего страшнее я пока не встречал. Это означает все замуровано. Я показываю благословение митрополита. А кто такой? Не кому-то, а пролектору семинарий духовных в Томске. Показываю людям, которые работают над душами. Не верят. А я был в Барнавуле. Там сказали, что это секта. Секта страшная. Я говорю, ну вот с вами. Ты испытай меня. Спроси хотя бы что-то. А зачем мне спрашивать? И там стоят люди. Это бешеные, лютые волки, говорит апостол Павел. Я пытаюсь остановить его хулу, эту реку. Это абсолютно бесполезно. У него мрачный, звериный вид. Он как-то не человек будто бы совсем передо мной стоит. Я умельно глаголю перед ним. Мы же вместе молились сейчас в храме. А ты регентом был. Ну, одну минуту послушай. Я с дарами пришел к митрополиту, чтобы передать. Ни под каким видом не подходи. То есть они ни с кем так не обращаются, как с нами. И далее. Далее он говорит абсолютной несуразицу. Его переведить это невозможно. Почему? Там засел дух лжи. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обречил это, не оказался лжецом у нас на выходе. А я слышал. А что ты слышал? Я перед тобой живой. Вот я сейчас стою. Я. За больше не судят суд. Даже тройка НКВД и тот человека вызывали. Ну, подписывали пригород. Он стоял, должен был высушить. Здесь даже этого нет. Вот сейчас в Кемеровской области, которую у нас приняли крещение, Нина Михаил, их там добивают. Они говорят, только об одном помолите, чтобы нас вызвали на суд. Вы знаете, что с Тамарой делали? Не до причастия ничего нет. Она отошла уже в вечность. Из клочков Тамара Познякова. Тамара Дмитриевна. Она пошила неделю назад. Они ее добивали. Хотя, когда были рабочие встречи, о, да это такой вопрос, сейчас скажем, то другое. Но когда сами же разрушили эти встречи, рабочую группу разрушили, теперь снова перерубили вход. Вызывать священника не идет. Это нарушение всех канонов. Перед смертью любого преступника. Пугачева, Разина, всех исповедовали перед смертью. Исповедь революционера. У Репина картина есть. Это они перешли все грани. И что же? Убьет Бог. Сожжет этот город. Эту страну сожжет. Кто благословил? Я показываю благословение. Это мой проректор. И говорит, смотрите. Епископ Иптихий. А кто он такой? Ну как он такой? Да на Домодедовске, у Патриарха. Московская Россия, Кирилла. Я знать его не знаю. Ну вот Максим Алтайский. Он не может ничего сказать про него. Там написано, это 2002 год. Симфония на шитях. Но это в 2002 году было. Но в книге тебе ничего не добавил. Она благословенная. Я ему подарил. В 2002 году. Ну хоть в 2002. Но на благословение было дано на эту книгу. Когда я ее печатать пошел. Это за гранью разума. И сейчас они что? А в интернете это легко. А мы знаем, там деревня строится. Это такая секта. Это примерно как Вистарион. Который не признает Христа. Не Троицу. Себя выдает за Христа. Это мы примерно такие. И они теперь в семинарии духовно данные им указания. Собираются священники, вплоть до митрополита. И они судят. И везде стараются дороги перекрыть, чтобы нас нигде не принимали. Вы ничего здесь не знаете. А кто их уполномочил на это? Быть цензорами в мирских библиотеках. Они абсолютно везде стараются в мирские структуры выйти. А это смерть. Они такие же, как все. Но я вижу, мирские намного лучше. Они ничего не знали. Они не останавливаются ни перед какой подлостью. Другие, значит, другим дали исследовать. Они пишут. Да, мы посмотрели здесь, действительно. Это точно такая же секта, страшная. Это белое братство. Потому что в белых платочках. Нет, понимаете. Я думал, существует где-то грани. Нет, это что-то сильнее, страшнее дьявола. Дьявол этого придумать не может. Дьявол всегда на чем-то основан. Здесь ни на чем не основано. Вот мы приходим в монастырь. Монахи обедают. Затем нельзя. Вот открытая дверь. Но тут столовая. Меня привела туда сестра Томская семинария. Мужской монастырь выходит. Я говорю, мы пришли к епископу, а его нету. Но его нету. Но я издалека приехал рассказывать. Ну и что? Ну обедаю. Ну мы странники. Долго ехали. Там не пили, не ели. А нам нельзя с вами. У нас устав такой. А он еще не знает, кто я. Но факт тот, что я голодный, могу сесть за стол. И они сидят, монахи все бордаты. Ни под каким видом нельзя. Он не просто жестокосердный. Он по уставу жестокосердный. Исполняет этот устав, он делается святым. Я говорю, я три дня не пил и не ел. Можно хоть что-то. Уже она это как бы напрашивает. Нам нельзя. У нас запреты сидят, разговаривают, смеются. Они монахи. Выходит один, другой я предлагаю. Ну как-то абсолютно бесполезно. Вы не знаете этой бездны, куда столкнули все. Если патриарх Кирилл Гундяев, вернувшись в восток, определил ее состояние, ну малыми словами, состояние церкви-духовное развалины. Я написал, вам показали не худшее. Где мы едем, там Хиросима. Страна уже мусульманская. В каждом сирене, а это 200 встреч, 200. Везде работает мусульмания, русских как будто нигде нет. Играют в футбол все черные, эти красивые ребята. Ремонтируют библиотеки, администрацию, штукатурят все это восточное, которое есть. Россия уже отдана. А у нас вот где она здесь есть? Дробот, сколько лет она бьется? Природная, здешняя. Приехала, дети здесь, живет здесь и не может получить гражданство. Идет геноцид русского рода, как сказал патриарх Алексей Второй. Но я не об этом хотел сказать, что люди Бога не знают. Мы посланники зовем на брачный пир. Но сюда входит все, чтобы в этой жизни быть настоящими христианами. Об этом речи нет. Главное, батюшка благословил. И вот он в библиотеке пристроил свою Варвару. И она сидит. Я-то глухой не слышу. Она выходит, почему ей передали, видимо, религиозная, значит, ты занимайся Варварой. Так, а кто благословил? Я книги раскладываю, показываю. Вот эта книга, 26-й том. Это 300 поэтов России за 300 лет. Этот материал и не имеет аналога в мировой литературе. А кто благословил? Я ей показываю благословение. Но я звонил, отца Бориса нет. У нее отец Борис. Его надо только слышать. Я говорю, ну вот патриарх благословляет на это. И сам Господь Бога. Она ничего не слышит. У нее мозгов нет. Совершенно нет. Стоит накрашенная вся. Но она благословенная. И она теперь из себя вылупается вся. И директор-то ничего как будто не сделает. Когда я понял, что ты не директор, еще с ней время-то трачу. А книги уже на столе лежат. Я зашел к директору. Она сразу печать ставит. Книги приняты. Ее как бы спихнули в сторону. Такое злодейство веками надо было придумывать, выпистывать, чтобы оно вот так сегодня начало так куститься. Я беру за основу вторую книгу Паралепоменон, 25 глава, 16 стих. Там написано так. Бог посылает человека Божия к царю. Царь отступник. Царь Бога не знает. Он ложным путем ведет страну. И человек Божий начинает говорить, обличать. Глаз пророка всегда-всегда обличительный глаз. А просто говорить, здравствуй, до свидания. Здоровый тебе хороший. Это говорит любой мирской человек. Глаз обличения, глаголом жги сердца людей, как пророк Пушкина написано. Это может делать только Дух Божий. Они этого не знают, не любят и не принимают. Я беседую с ними, указываю места Писания. Бог повелевает исправиться. Не надо. У нас все хорошо. Храмы с золотые купола. А такие, как Кухши говорили, колокола будут золотить. Да такие ажурные. Большие храмы громадные. А храмы пустые. Но в храмы эти ходить нельзя будет. Представьте, заходим в храм, нормально, благословицы. Никого нет, ни одной души. Вот. Кисовск. Оказывается, Христос тут еще не приходил, их не вынуло торгашей. И за прилавком стоит сам священник. Иконка. Святая Матрона. 300 рублей. Так, здравствуйте, здравствуйте. Вам что-то купить надо? Это батюшка, он один, там один. Это место, куда меня хотел рукоположить, конкретное место, в котором я хотел поставить священником, бывший тогда архиепископ Гедеон. Большой Улуй называется. Я специально, ну это районный центр, но я специально хотел побольше побыть, походить с народом, познакомиться, где бы я был священником. И накануне, как мне только ответить архиепископу, я ему отвечаю, владыка, я не могу выделывать бычащие шкуры. Мне ночью был показан сон. Ну, быка, когда заходит, шкуру растилает, а потом она засыхает, она делается, как вот у нас тут, параник лежит. Ну, огромную, толстую, и одна лежит, вторая, третья, большие, такие, огромные бычащие шкуры. И мне голос говорит, выделывай. Как выделать? А я уже шкуры выделывал, тут у меня одеяло лежит, я знаю, когда... Если такие, их не принимает кожа сырье, они не подаются выделывать. Я говорю, так это невозможно. И проснулся. Я говорю, куда же меня, владыка, посылайте, засохшие бычащие шкуры я выделать не смогу. И вот сидел там, на людей смотрел, я не очень тут уже глядел, а другие смотрели, говорят, нам показалось, что бычащие шкуры, говорят, какие-то. Может, то, что от меня это уже услышали. И я бы был там священником. И там как раз этот священник, и... Я там был, за прилавком стоял, вы можете это вообразить? И пустой был бы храм. Да я лучше один в пустой камере умирать буду, замерзать. Чтобы у меня по одному пальцу отмерзали, но чтобы я не сдвинулся с места. Эта жизнь кончится. Есть черви дождевые, есть могильные. Мы их мало кто видели. И они за человека принимаются сразу. Они ждут и ждут, там друг другу вахту передают. Это всех нас ждет. Вот проехали мы. Это ни худо, ни бедно. Какая цифра стояла на счетчике последняя? Сколько, Сергей? 35 400 с чем тут? Так, тысяч километров. 35 с половиной тысяч километров. Вот. Проехали мы. И по милости Божьей вернулись. Четыре раза были в грозной опасности закончить жизнь. В одном месте проткнуло нам в горах. Камень поднялся вертикально. Я показывал вам. Все видели? Не видели? Вот. Я его держу для себя. Ну и показать. Потом, благодаря Николаеву пальму, все это заменили. Три с половиной тысячи пришлось отдать. Подержите в руках. Осветитесь немножко. Его можно как в рамочку. Как делают разные камочки. Три саловать. Так. Нам сейчас скажем только одно. Мы делали сбор только на первое путешествие. Сейчас наше следующее путешествие может начаться сегодня. Мы думаем двинуться во Владивосток. Это пять тысяч... Сколько? Пятьсот или восемьсот километров? В общем, шесть тысяч с лишним. Да. И обратно столько же. И кроме того, будут отрожки, такие как Камстамольск на Амуре, находка, где дороги есть. Так, кто только что пришлось, Рубцовска, Валентина Маркетанова передает благовестникам на благовестие. Так, кто может сегодня соберите. Нам нужно минимум 50 тысяч, наверное. Ну ладно. Огромный, огромный пункт. И масло там менять уже придет время. Постарайтесь, кто может. Масло меняйте вовремя. На масле не экономьте все. Не экономьте. Поменили прошлое, неделю прошлое. Не себе масло. Вы же едете постоянно. Машинное масло. Так, ну, вы или нет, я немножко скажу. В среду мы похоронили Тамару. Вот, они позвонили мне. Значит, чтобы я приехал уже. Они не стали местным звонить. Зная, что они отказались ее исповедать, причащать. Я ее причащал, исповедовал. Я в субботу утром ее поисповедал, причастил. А во втор... Нет, еле прожила. Ну, Игорь Николаевна. Не знаешь, молчи, слушай. Не сбивай. Ей в субботу же сделали операцию. А она через неделю, больше недели прожила. Были, говорит, сестра, как рассказывала, говорит, она, сильно были у нее и с болью, мучилась она. Но вот, когда ее хоронили, и редко увидишь такое, я скажу, что выражение лица у нее было такое, вот знаете, просто, я сказал, как она притворилась просто. закрыла на меня и так узнает, а я, вроде бы, это так, по наросту. Вот это 12-й кондак Акафиса, слава Богу за все. Здесь говорится так, я видел много раз отражение славы Твоей на лицах умерших. Какой неземной красотой и радостью светились они. Как воздушны, нематериальны были их черты. Это было торжество достигнутого счастья, покоя. Молчанием они звали к Тебе. Час кончины моей просвети мою душу, зовущую Аллилуйя. Вот так вот светилось ее лицо. Когда в таких болезнях думал, что какой-то запах должен быть там, ничего нет абсолютно. Просто лежит человек, она закрыла глаза и все. Когда я ее исповедовал, причащал, была живая. Я посмотрел, спрашиваю, как я говорю, она, скоро по мне, говорю, лицо, вот как у мертвеца. Мертвенное лицо. Когда живая была. Лежит сейчас мертво, а лицо у нее живое. Понимаете? По-видимому, в страданиях у этих, она, говорит, постоянно, только в сознание приходит, так сразу поет что-нибудь, поет, молится и все. Поэтому через страдания Господь ее еще, как сказать, почистил этими страданиями, и она ушла из этого. Ну, прошлое отпевание, я проводил то, что чтение где-то, стихиры, я на русском языке. У меня отец Михаил Фас подарил мне требник на русском языке перевода священника Адаменко. Это еще давнишняя, там, до революции был его перевод этого. Вот. Ну, я стихиры, которые там читал все на русском, так это, говорит, понятно было, что. Ну, больше-то люди все собрались, конечно, неверующие были. Потом до кладбища ее проводили, мы пешком шли, пели все. Со мной был дьякон Евгений Люда и Ирина Устинова. То есть, пели они слаженно. Потом подъехал Глушков, вот, тоже Глушков. Ну, Глушков он немножко, они уж потом, сестры, меня жалуются. Ну, батюшка, зачем ты его? Да я говорю, я не брал его. Он сам хотел, он знает ее попроститься. Он поет когда, он мешает, сбивает их. А он это, он как пошел, ему хочется петь, сердце у него поет, и он поет, значит, и все. Вот. Ну, вот так вот проводили до кладбища, и потом мы...